Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Прошу прощения за свое отсутствие в последние дни прошлой недели. Собственно, как и обещал, мои коллеги не оставили вас без информации. Вместе с вами держали руку на пульсе. Я надеюсь, что никаких фундаментальных пробелов не образовалось. А если все-таки таковы и есть, то попробуем исправить это, наверстать и закрыть эти бреши. Друзья, сегодня в 16.30 по московскому времени также состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз разберем события недели минувшей, только самые важные, крупными мазками. Посмотрим, изменилось ли что-то в тех тенденциях, которых мы придерживались очень давно. Ну а в целом, то, что мы наблюдаем на рынке сейчас, это продолжение тех ралли, нисходящих по рисковым активам, которые начались еще несколько недель назад, после того, как Штаты, собственно, ручно вывели торговое противостояние с Китаем на совершенно новый уровень. И позволили нам сказать, что торговая война уже достигла той самой точки, когда повернуть этот процесс в пять уже фактически невозможно. И с каждым днем мы понимаем, что вот эта конфронтация, она только усиливается. Теперь уже все, кому не лень, делают прогноз относительно того, насколько сильно просядет мировая экономика. Мы лишь подхватываем вот эти настроения и понимаем, что реальность на данный момент такова, что мы также должны ставить на замедление глобального роста и понимать с этим то, что выигрывать будут только защитные активы, а риск валютный и, в принципе, даже сырьевой, если говорить про нефтянку, эти инструменты будут испытывать серьезное давление. Давайте начнем с нефтянки. Минимум прошлой недели 55,87. Это самое настоящее мощнейшее нисходящее ралли. Это мощные распродажи, которые были вызваны настроениями. Участники рынка поставили крест на длинных перспективах, но вот единственное, что откатили мы под конец недели, котировки на данный момент 58,44. Это опять же связано с тем, что немного настроения поддержали комментарии Саудовской Аравии и страны ОПЕК, которые сообщили о намерениях и о готовности предпринять дальнейшие усилия для поддержания стабильности на рынке углеводородов. Ну, что это значит? Скорее всего, мы получим внеочередную встречу, экстренную встречу. В принципе, дата уже фактически известна. Это 12 сентября, где снова будут обсуждать текущую ситуацию на рынке углеводородов, глобальные спросы и глобальное предложение. Также то, что может предпринять комитет ОПЕК для того, чтобы сейчас замедлить, опять же, вот эти распродажи, которые обусловлены слабыми ожиданиями относительно перспектив мирового экономического роста. Ну, инструментов на самом деле у них немного. Единственное, что они могут сделать в целом, если объективно рассуждать, это дополнительно снизить объемы добычи, хотя и на текущий момент страны ОПЕК добывают меньше 30 миллионов баррелей в сутки. Если быть точным, 29,8 – это минимальный уровень за последние 5 лет. Ну, может быть, на дополнительное производство еще и пойдут. То, что ситуация США-Китай, торговый конфликт влияет на темпы мирового экономического роста, очевидно. Международное нефтяческое агентство пересматривает прогнозы спроса на нефтянку, в частности, пятничный прогноз снова скорректирован на 100 тысяч баррелей до 1,1. Действительно, трейдеры, которые сейчас занимаются нефтянкой, понимают, что если мировая экономика серьезно просядет, так же пострадают и показатели спроса на углеводороды. Прочий фундамент, друзья, сейчас не имеет ровно никакого значения. Мы можем говорить отдельно про какой-то новостной фонд со стороны Ближнего Востока, про статистику по запасам, но пока что все это меркнет на фоне того, как развиваются отношения США-Китая. Я по-прежнему рекомендую держаться от длинных позиций. Если вам хочется подогровать нефтянкой, то только с точки зрения продаж. Доллар иена лоу прошлой недели 105.26. Мы немного не дотянули до цели 105, но я думаю, что это вопрос ближайших дней, потому что мы видим, что каждый день фактически мы получаем доказательства того, что Китай и США разошлись как в море корабли, и ни один, ни другой регион не предпринимают никаких общественно значимых и очевидных для рынков усилий, чтобы вернуть переговоры в конструктивное русло. Более того, слышим периодически жесткие воинственные комментарии Трампа о том, что в отношении оставшейся части китайского импорта могут быть задействованы более высокие пошлины. В частности, США рассматривают сценарий о полной остановке переговоров. Также сейчас говорят, что и китайским студентам уже перестали выдавать визы. Правда, эту информацию еще нужно проверить. Китай также продолжает действовать. Запрет на, точнее, не запрет, а приостановка закупки сельхозпродукции, девальвация национальной валюты. И, в принципе, это все вывело торговый конфликт уже в русло самой настоящей войны манипуляторов курсами, то есть это валютной войны. Соответственно, при снижении курса юаня это еще больше разозлило Трампа, потому что тот и так уже устал критиковать ФРС, призывая его к более активным действиям по снижению курса американского доллара, потому что все усидия Трампа, в прямом смысле, оказываются тщетными на фоне крепкого доллара из-за высоких процентных ставок. И это определенным образом снижает эффективность политики протекционизма, поскольку американские производители все равно не выигрывают с точки зрения их конкурентоспособности. Поэтому Трамп и в пятницу снова напомнил Федрезерву, насколько важно сейчас принимать правильные решения. Главный советник Белого дома Питер Навара дал для рынка и для нас, друзья, ориентир, что ставка может быть снижена на 0,75%. Я думаю, что это вполне реально, учитывая, что в мировой экономике полным ходом идут девалюционные войны. Поэтому 105%, ну это 100%, тот уровень, который мы сделаем, остается только ориентироваться на более глубокое падение. Золото, полторы тысячи пунктов. Тех, кто удержал длинные позиции, молодцы, друзья. Другой динамики и быть не могло на фоне усилившегося торгового противостояния и прочих рисков, о которых я уже говорил. Пока что длинные позиции должны оставаться в приоритете, потому что золото такой же защитный актив, как иена, франк и облигации, в принципе, они сейчас выигрывают. Австралийство против доллара 0,6728. Ориентирую вас на цель 0,66. Комментарии на прошлой неделе Филиппа Лоу, который возглавляет Резервный банк Австралии, подтвердили, что регулятор настроен на дальнейшее снижение процентных ставок, поскольку для Резервного банка Австралии ключевой целью остается снижение уровня безработицы до 4,5%. Сейчас, правда, Резервный банк признает, что до достижения этой цели понадобится гораздо больше времени. Также участников рынка вдохновил комментарий Лоу о том, что если прочие регуляторы действительно снизят процентные ставки до около нулевой отметки, Резервный банк Австралии будет вынужден действовать в таком же ключе. Ну и еще, учитывая тесные связи с Китаем, учитывая то, что для Австралии и Новой Зеландии Китай является основным рынком сбыта их экспортной продукции, конечно же, девальвация юаня – это еще одна причина, почему сейчас должны активно снижаться австралийцы и новозеландцы. По новозеландцу ранее мы сделали цель, пока я в новые сделки рекомендую не заходить, но по австралийцу можно еще ориентироваться на планку 0,65-0,66. Доллар канадец 1,3218. В пятницу мы получили еще одно подтверждение-повышающую вероятность на то, что Банк Канады может пойти на снижение процентной ставки. Уровень безработицы с 5,5 до 5,7 вырос, занятость резко снизилась. Друзья, если бы не восстановление нефти, мы бы уже констатировали уровень по паре доллар-канадец в районе 1,34. Но, опять же, еще не вечер. Сохраняющиеся риски давления на котировки нефти – это для нас шанс удерживать и дальше длинные позиции. Евро против доллара 1,127, замерли возле отметки 1,12. Но я ранее рекомендовал вам ни в коем случае не попадаться в ловушку избыточных ожиданий того, что евро будет дальше расти. Очень много внутренних системных рисков, и они очень скоро дадут о себе знать. Европейский центральный банк будет снижать процентную ставку. Это проявление сверхмягкой агрессивной политики и, конечно же, мощный триггер для снижения главного валютного риска. Еще против евро ситуация вокруг Brexit и политическая нестабильность в Италии. На этой неделе у нас статистика по промышленному производству, ЗЮ и ВВП. Ожидания очень слабые, поэтому, скорее всего, будем снова цепляться за поддержку 1,11 в рамках предстоящих пяти торговых сессий. Ну и по фунту против доллара цель 1,20 пока остается. Мы немного до нее не дотянули. 1,2013 были котировки. Но сейчас мы понимаем, что не только Brexit давит на фунт, но еще и статистика. Темпы экономического роста в прошлом квартале Англии оказались на отрицательной территории. Минус 0,205 – это худший квартал за последние 5-6 лет. Надо еще уточнить. Ну, в целом, временной интервал и масштаб удручающих данных, я думаю, понятен. Промышленное производство также оказалось на отрицательной территории. Опять же, абсолютно логично, учитывая, в какой непростой политической ситуации находится сейчас Англия. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.